Марк Твен. Жив он или умер? В марте 1882 года я жил на ривьере в Ментоне. Всеми благами, которыми в Монте-Карло или в Ницце вы пользуетесь на людях, здесь, в этом уединенном уголке, можно наслаждаться в одиночестве. То есть я хочу сказать, что яркое солнце, животворный воздух и кристально чистое голубое море здесь не обращены людской суетой, шумом и сутолокой. Ментона — тихий, спокойный, скромный городок без всяких претензий на роскошь. Богатая и знатная публика сюда, как правило, не заглядывает. Впрочем, время от времени здесь появляется какой-нибудь богач, и недавно я познакомился с одним из них. Чтобы не раскрывать его инкогнито, я буду называть его Смитом. Однажды, когда мы сидели за завтраком в английском отеле, Смит воскликнул. «Скорее посмотрите на того человека, который уходит из дверей. Постарайтесь запомнить его внешность». «Зачем? Вы знаете, кто это такой?» «Да, он поселился здесь за несколько дней до вашего приезда. Говорят, это старый удалившийся отдел богатый шелкопромышленник из Леона. Он, очевидно, один в целом свете. У него всегда такой грустный, мечтательный вид, и он ни с кем не разговаривает. Зовут его Теофиль Маньян». Я думал, что Смит растолкует мне, чем вызван его интерес к Масье Маньяну. Однако вместо этого он погрузился в глубокое раздумье и, казалось, на некоторое время забыл не только обо мне, но вообще обо всем на свете. Он то и дело ерошил свои шелковистые седые волосы, а завтрак его тем временем остывал на столе. Наконец он сказал. «Нет, никак не могу вспомнить». Что именно? У Андерсена есть прелестная сказка, но я ее забыл. В ней говорится про одного мальчика, у которого была птичка. Он ее очень любил, но постоянно о ней забывал. Одинокая, заброшенная птичка целыми днями пела песенки, сидя в своей клетке. Однако время шло, и вскоре бедняжка начала страдать от голода и жажды. Песенка становилась все печальнее, все тише и мало-помалу совсем замерла. Птичка скончалась. Приходит мальчик. Потрезенный до глубины души, обливаясь горькими слезами, он собирает своих товарищей. Объятые глубокой скорбью, они торжественно хоронят бедную птичку, в простоте своей не ведая о том, что не только дети доводят поэтов до голодной смерти, а потом тратят на их похороны и памятники такие деньги, каких тем же поэтам хватило бы на безбедную и привольную жизнь. И вот, но тут нашу беседу прервали. Часов в десять вечера я встретил Смита, и он пригласил меня зайти к нему в номер покурить и распить бутылочку шотландского виски. В уютной комнате стояли удобные кресла, горели яркие лампы, в камине весело потрескивали сухие оливковые поленья, ощущение тишины и покоя довершал глухой рокот волн за окном. Некоторое время мы лениво болтали. После второго бокала виски Смит проговорил. — Ну вот, теперь я могу рассказать вам одну прелюбопытную историю. Мы с товарищами долго хранили ее в тайне, но сейчас мне хочется нарушить печать молчания. Вы удобно устроились? — О да, продолжайте. Вот что рассказал мне Смит. Много лет назад, когда я был еще юным, совсем юным художником, я бродил по селам Франции и писал этюды. Вскоре ко мне присоединились двое славных молодых французов, они тоже писали этюды. Мы были столь же счастливы, сколь и бедны, или столь же бедны, сколь и счастливы, как вам угодно. Молодых людей звали Клод Фрер и Карл Буланже. Это были замечательные ребята. Всегда веселые и жизнерадостные. Они смеялись над нищетой и не вешали носа ни при какой погоде. Наконец, в одном бретонском городке мы окончательно сели на мель. И местный художник, такой же бедный, как мы сами, принял нас в свой дом и в полном смысле слова спас от голодной смерти. Франсуа Милле. Как? Великий Франсуа Милле? Великий? В то время он был не более великим, чем мы. Он не пользовался славой даже в своем родном городе и был так беден, что кормил нас одной репой, да и той не всегда хватало. Мы все четверо стали закадычными, неразлучными друзьями. Мы рисовали день и ночь. Мы просто из кожи вон лезли. В доме уже громоздились горы картин, но нам очень редко удавалось продать хоть что-нибудь. Мы очень весело проводили время, но, боже, в какой нужде мы жили! Так продолжалось года два. Наконец, в один прекрасный день, Клод заявил. Ребята, мы дошли до точки. Понимаете, до точки. Все сговорились против нас. Я обошел весь город. Так оно и есть. Все они сговорились и грозятся, что не дадут нам в кредит ни на один сантим до тех пор, пока мы не уплатим все долги. Мы похолодели. На всех лицах выразился ужас. Мы поняли, что попали в отчаянное положение. Воцарилась долгая тишина. Наконец, Мелеса вздохом произнес. Не знаю, что и делать. Прямо не знаю. Придумайте что-нибудь, ребята. Ответом у него было мрачное молчание. Разумеется, если молчание, можно считать ответом. Карл поднялся с места и некоторое время взволнованно шагал взад и вперед по комнате. Затем он сказал. Какой позор! Взгляните на эти полотна. Тут целые штабеля отличных картин, ничуть не хуже произведений любых европейских мастеров. Да-да, и множество прознашатающихся иностранцев утверждали то же самое. Или почти то же самое. Но ничего не покупали, вставил Мелле. Какая разница? Ведь они это говорили, и главное, это правда. Посмотрите хотя бы на свой вечерний благовест. Скажите. Подумаешь, вечерний благовест. Мне за него предлагали пять франков. Когда? Кто? Где он? Почему ты их не взял? Постойте, не кричите все сразу. Я думал, что он даст больше, и я был уверен в этом. У него был такой вид, и я запросил восемь. Ну и что же? Он сказал, что зайдет еще раз. Кром и молния. Послушай, Франсуа. Знаю, знаю. Это была ошибка, и я вел себя как последний идиот. Ребята, поверьте, у меня были наилучшие намерения. Я... Ну, конечно, мы тебе верим, дружище. Но постарайся в следующий раз не свалять такого дурака. Я? Да пусть только кто-нибудь придет сюда и предложит за него качан капусты. Тогда вы увидите. Качан капусты. Не произноси при мне таких слов. У меня от них слюнки текут. Поговорим о чем-нибудь менее соблазнительном. Ребята, промовзал Карл. Скажите, разве эти картины лишены достоинств? Не лишены. Скажите, разве они не отличаются высокими достоинствами? Отличаются. Настолько высокими достоинствами, что если бы на них стояло известное имя, их можно было бы продать за большие деньги. Говорите, да или нет? Разумеется, да. Никто в этом не сомневается. Я не шучу. Так или не так? Разумеется, так. Мы тоже не шутим. Но что с того? Что с того? Мы-то тут при чем? А вот при чем. Мы поставим на них известное имя. Оживленная беседа замерла. Все с недоумением уставились на Карла. Это еще что за загадка. Где мы возьмем известное имя? Кто нам его даст? Карл уселся и сказал. У меня есть к вам одно серьезное предложение. По-моему, это единственный способ не попасть в богодельню, и мне кажется, способ абсолютно верный. Мысль эта основана на многочисленных, давно известных из мировой истории фактах. Я уверен, что мой план принесет всем нам богатство. Богатство? Ты с ума сошел? Ничего подобного? Нет, ты окончательно спятил. Что ты называешь богатством? По сто тысяч франков на брата. Он явно рехнулся. Я так и знал. Да, похоже на то. Бедный Карл. Ты не вынес лишений и... Карл, прими пилюлю и немедленно ложись в постель. Сначала ему надо поставить компресс. Давайте завяжем ему голову, а потом... Нет, лучше свяжем ему ноги. Я уже давно заметил, что мозгами он совсем не шевелит. А вот ноги... Да заткнитесь же вы, наконец, свирепо проручал Милле. Дайте человеку высказаться. Валяй, Карл, выкладывай свой план. В чем его суть? Итак, в виде предисловия я попрошу вас обратить внимание на следующий широко известный из мировой истории факт. Достоинства многих великих художников не были признаны до тех пор, пока они не умирали с голоду. Это происходило так часто, что я взял на себя смелость вывести некий общий закон. Закон этот гласит. Достоинства каждого неизвестного и незамеченного великого художника должны быть и будут признаны, а за его картины будут давать огромные деньги лишь после его смерти. Мой план состоит в следующем. Мы бросим жеребий. Один из нас должен умереть. Последняя фраза прозвучала так спокойно и так неожиданно, что мы не успели даже подпрыгнуть на месте. Потом снова раздался нестройный хор голосов. Все давали советы, медицинские советы, как вылечить больной мозг Карла. Терпеливо дождавшись, пока веселье утихнет, он продолжал развивать свой план. Да, один из нас должен умереть, умереть, чтобы спасти остальных и самого себя. Мы бросим жеребий. Тот, на кого падет жеребий, станет знаменитым, и все мы разбогатеем. Тише, тише, не мешайте, я знаю, что говорю. Идея заключается в следующем. В течение трех месяцев тот, кому суждено умереть, должен рисовать день и ночь, насколько возможно, увеличивая запас своих произведений. Но только не картин, нет. Это должны быть мелкие наброски, эскизы, этюды, фрагменты этюдов, не более десятка мозгов на каждом. Разумеется, абсолютно бессмысленные, но, безусловно, принадлежащие ему и за его подписью. Он должен изготовлять не меньше пятидесяти штук в день. И каждый рисунок должен отличаться какой-нибудь характерной, одному ему свойственной особенностью, которую легко узнать. Как вам известно, именно такие вещи ценятся. И их, после смерти великого человека, по баснословным ценам скупают все музеи мира. Мы заготовим их целую тонну, не меньше. Все это время остальные трое будут кормить умирающего и в ожидании приближающегося события обрабатывать париж из купщиков. А когда дело будет на мази, мы ошарашим всех скоропостижной кончиной и устроим пышные похороны. Теперь вы поняли, в чем суть? — Нет, то есть не совсем. Неужели вам еще не ясно? Он вовсе не умрет, он просто переменит имя и исчезнет. Мы похороним чучела и вместе со всем светом будем его оплакивать. А я? Но ему не дали кончить. Все разразились восторженными криками и аплодисментами, все повскакали с места, принялись плясать по комнате, в поры великования и благодарности кидаясь в объятия друг к другу. Забыв о голоде, мы часами обсуждали превосходный план Карла. Наконец, тщательнейшим образом продумав все детали, мы бросили жребий. Он пал на Милле, и Милле должен был умереть. Потом мы собрали все вещи, с какими человек может расстаться только на пороге будущего богатства, сувениры и разные безделушки, и отнесли их в заклад, получив за них ровно столько, сколько требовалось, чтобы устроить скромный прощальный ужин, завтрак, да оставить еще пару франков нам на дорогу и на покупку небольшого запаса репы и другой провизии на пропитание Милле. На следующее утро мы трое сразу же после завтрака отправились в путь, разумеется, пешком. Каждый захватил с собой десяток мелких рисунков Милле для продажи. Карл направился в Париж, где должен был к назначенному сроку создать Милле славу. Мы с Клодом двинулись в разные стороны, бродить по провинции. Вы не поверите, как легко и удачно пошли у нас дела. Побродив два дня, я начал рисовать виллу, находившуюся на окраине одного большого города. Я заметил, что владелец ее стоит на веранде верхнего этажа. Как я и думал, он спустился вниз посмотреть. Я работал быстро, стараясь, чтобы он не соскучился. Время от времени он издавал одобрительный возглас и потом начал восторгаться моим рисунком и заявил, что я настоящий мастер. Я отложил в сторону кисть, достал из сумки один из этюдов Милле, показал ему настоявшую в углу подпись и с гордостью произнес. Надеюсь, вы узнаете это. Он мой учитель. Неудивительно, что я знаю свое дело. Владелец виллы смущенно молчал. Я с грустью заметил. Уж не хотите ли вы сказать, что вам незнакома подпись Франсуа Милле? Разумеется, ему была незнакома эта подпись. Но он все равно преисполнился глубочайшей благодарности за то, что я его так легко вывел из затруднительного положения и сказал, да что вы! Разумеется, это Милле! Не понимаю, как я сразу не заметил. Конечно, я узнаю его подпись. Потом он захотел купить этюд, но я заявил, что я хоть и не богат, однако не до такой уж степени беден. В конце концов, я все же уступил ему рисунок за 800 франков. 800 франков? Да. Милле променял бы его на свиную отбивную. Да. Я получил 800 франков за эту безделку. Теперь я с удовольствием откупил бы ее за 80 тысяч. Но те времена давно прошли. Я очень мило изобразил дом того человека и хотел было попросить за свой рисунок 10 франков. Однако за работу ученика великого мастера неудобно было спрашивать так мало, поэтому я продал ее за 100. 800 франков я тут же из этого самого города отослал Милле и на следующий день отправился дальше. Теперь я уж больше не хотел пешком. Я ездил. С тех пор я все время ездил. Каждый день я продавал по одной картине. Я ни разу не пытался продать две картины в день. Я всегда говорил своему покупателю. Я очень глупо делаю, что вообще продаю картину Франсуа Милле. Он не проживет у трех месяцев. А после смерти Милле его картин ни за какие деньги не купишь. Я всячески старался распространять этот слух, чтобы подготовить публику к предстоящему событию. Наш план продажи картин принадлежит мне, и я целиком ставлю его себе в заслугу. Я предложил его в тот последний вечер, когда мы обдумывали предстоящую компанию, и все трое решили, как следует испытать его, прежде чем заменять другим. Всем нам сопутствовала удача. Я ходил пешком только два дня. Клод тоже ходил два дня. Мы оба боялись прославлять Милле слишком близко от дома. А бессовестный хитрец и пройдоха Карл, тот ходил пешком только полдня, а потом путешествовал как герцог. Время от времени мы договаривались с редактором какой-нибудь провинциальной газеты и писали заметку. В этих заметках никогда не говорилось, что мы открыли нового художника. Наоборот, мы делали вид, будто Франсуа Милле давно всем известен. В них не содержалось никаких похвал, а всего лишь несколько слов о состоянии и здоровье великого мастера. Порою в них преобладала надежда, порою печаль, но всегда между строк чувствовалось, что мы опасаемся самого худшего. Все эти заметки мы отчеркивали и посылали газетой тем, кто купил у нас картины. Карл скоро приехал в Париж и там поставил дело на широкую ногу. Он сошелся с иностранными корреспондентами и добился того, что известия о болезни Милле обошли Европу, Америку и все остальные страны мира. Через полтора месяца мы все трое встретились в Париже и решили сообщить Милле, чтобы он больше не посылал нам картин. Поднялся такой ажиотаж, что нам стало ясно, пора поставить точку и действовать незамедлительно. Мы велели Милле слечь в постель и поскорее зачахнуть, чтобы успеть скончаться не позже, чем через десять дней. Затем мы произвели подсчеты и убедились, что втроем продали восемьдесят пять мелких набросков и этюдов, выручив за них шестьдесят девять тысяч франков. Последнюю и самую блестящую сделку совершил Карл. Он продал вечерний благоест за две тысячи двести франков. Как мы его превозносили! Мы не могли предвидеть, что скоро настанет день, когда вся Франция будет драться за эту картину, и какой-то иностранец захватит ее за пятьсот пятьдесят тысяч наличными. В тот вечер мы устроили прощальный ужин шампанским, а на следующий день мы с Клодом собрали свои пожитки и отправились дежурить у смертного Адрам Милле и не подпускать к дому назойливых посетителей. Кроме того, мы ежедневно отправляли в Париж бюллетени, чтобы Карл через газеты Пяти Континентов мог оповещать весь мир о состоянии больного. Наконец печальное событие свершилось, и Карл поспел как раз вовремя, чтобы помочь выполнить погребальный обряд. Вы, вероятно, помните торжественные похороны и сенсацию, которую они вызвали во всем мире. Помните, что на них присутствовали знаменитости старого и нового света, явившиеся засвидетельствовать свою скорбь. Мы все четверо, как всегда неразлучные, несли гроб, не позволяя никому нам помочь. И хорошо сделали, ведь в гробу не было ничего, кроме восковой фигуры. И всякий другой непременно заметил бы, что он слишком легок. Да, все та же четверка, дружно делившая невзгоды в тяжелую годину, которая ныне канула в вечность, несла гроб. Какая четверка? Наша! Ведь Милет тоже нес свой собственный гроб. Он изображал родственника, понимаете, дальнего родственника. Поразительно. Но, тем не менее, правда. Вы, конечно, помните, как поднялась цена на картины? Деньги? Мы не знали, куда их девать. В Париже есть один человек, у которого 70 картин Миле. Он заплатил нам за них 2 миллиона франков. А что касается мелких набросков и этюдов, которые Миле посылал нам мешками в течение тех полутора месяцев, что мы бродили по Франции? О, вы, наверное, очень удивитесь, если узнаете, почем мы продаем их теперь, то есть в том случае, если мы вообще соглашаемся с ними расстаться. Это удивительная, необыкновенная история. Пожалуй, да. А что стало с Миле? Вы умеете хранить тайны? Умею. Помните человека, на которого я сегодня обратил ваше внимание в столовой? Это Франсуа Миле. Великий? Боже! Да это единственный случай, когда публике не удалось сначала уморить гения голодом, а потом набить чужие карманы золотом, которое должно было достаться ему. Мы позаботились о том, чтобы птичка не зачахла в одиночестве, выплакав свое горе в песнях, а потом получила в награду холодное и пышное погребальное торжество. Рассказ о дурном мальчике Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для воскресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но как это ни странно, мальчика, о котором я хочу рассказать, звали Джим. Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что когда она умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть больные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песенкой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни, ни чахотки, ничего-либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная, притом и благочестием она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком. Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил ужас, и никакой внутренний голос не шептал ему, «Разве можно не слушаться родителей? Ведь это грех! Куда попадает дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй матери?» И Джим не упал на колени и не дал обед исправиться, и не пошел затем к матери полной радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет. Так бывает в книжках со всеми дурными мальчиками. А с Джимом почему-то все было иначе. Варенье он съел, и на своем нечестивом грубом языке объявил, что это «Жратва первый сорт!» Потом он добавил в банку дегтю, и хохоча сказал, что это «Очень здорово!» И что «Старуха взбесится и взвоет, когда обнаружит это!» Когда же все открылось, и Джим упорно и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его, и плакать пришлось ему, а не ей. Да, удивительно странный мальчик был этот Джим. С ним все происходило не так, как с дурными мальчиками Джеймсами в книжках. Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок. И сук не подломился. Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился. Ничего подобного. Он нарвал яблок, сколько хотел, и благополучно слез с дерева, а для собаки он заранее припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история. Никогда так не бывает в нравоучительных книжках с красивыми корешками и с картинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, женщины в платьях с талией, подмышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь. Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчика, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал из шапки, и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, а глубоко огорченный учитель обвинил в краже «Его!» и уже взмахнул розгой, собираясь опустить ее на его дрожащие плечи. Не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподобный судья, и не сказал, став в позу, «Не трогайте этого благородного мальчика! Вот стоит трепещущий от страха преступник! Я проходил мимо вашей школы во время перемены и никем не замечен и видел, как была совершена кража!» Нет, ничего этого не было, и Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставление проливающим слезы школьникам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды, и поэтому он предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегушках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное время он сможет играть и будет получать сорок центов в месяц и благоденствовать. Нет, так бывает в книгах, а с Джимом было совсем иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и не испортил все дело, и пай мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твердил, что «Терпеть не может Слентьяев!» Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка. Но самое необычайное в истории Джима это то, что он в воскресенье поехал кататься на лодке и не утонул. А в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но хотя и был застигнут грозой, молния не поразила его. Да посмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от первой до последней страницы, роетесь в них хоть до будущего Рождества, не найдете ни одного такого случая. Никогда. Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые катаются в воскресенье на лодке, непременно тонут. И всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидываются по воскресеньям, и если дурные дети в воскресенье отправляются на рыбную ловлю, обязательно налетает гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной. Джим этот был словно заговоренный, только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жевательного табака, и слон не оторвал ему голову хоботом. Он полез в буфет с замятной настойкой и не выпил по ошибке азотной кислоты. Стащив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться и не отстрелил себе три или четыре пальца. Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок, и можете себе представить, девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонько. В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий, и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что у Виты виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся пьяный, как стелька, и сразу угодил в полицейский участок. Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размажил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне, пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата. Как видите, этому грешнику Джиму, которому бабушка вооружит, везло в жизни так, как никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ. Продолжение следует...